Дмитрий Всем ребят привет! Сегодня хочу представить вашему вниманию своего земляка и его канал в поисках сокровищ. Дмитрий опытный кладоискатель и на его счету несколько крупных кладов. Блогером он стал недавно и решил делиться радостью с вами. Хочу вам показать лишь малую долю его находок. А начнем с небольшого кладика царских серебряных монет. Приятного вам просмотра! 20 копеечек в глине, желтенький такой, патинка такая, 907 год, СПБ. Вы посмотрите на сохранчик, друзья. Разве же тут не прелесть? Здесь, смотрите, просто бомба, а не сохран. Друзья, опять включаюсь. Не успел закопать лунку, смотрите, стал проверять. А здесь еще сигналы. Судя по тому, что я выкопал серебрушку. Сейчас в идеальнейшем сохранить царскую. Сейчас включим пинпоинтер. Опа, смотрите, есть! Вау! Еще одна! Опять 20 копеек! Мать моя женщина! Смотрите, 916 год! Блядь, сохран, патина! И судя по тому, что вот здесь вот две большие ямы, шурфленые, и я между ними поднимаю две серебрушки подряд в таком сохране. Блин! Сейчас, друзья, мне кажется, мы что-то найдем. Смотрите, какой сохран. Каждый гербик, каждый гербик, а! Шикарно просто! Просто бомбезно! И все царское! Оставайтесь с нами! Сейчас, я думаю, будет интересно. Ну, все, друзья, проверил. Еще сигналы. И уже камеру я не отключаю, друзья. Опа! Есть! У меня аж руки трясутся, друзья. Это опять серебрушка. 20 копеек. У меня панический смех. Руки трясутся. Год не вижу, друзья, потерто немножко. 1880 какой-то год. Но эту двадцаточку уже потерто. Потерто. Слава богу, что я их лопатой не зацепил. Это просто шикарно. Третий двадцульник с одной лунки. О! Ема! Смотрите, друзья, сколько их здесь! Ха! Еще одна! Еще одна! Еще одна! Еще одна! Друзья, это бомба! А, вот еще валяется! А-а-а! Закладуха, друзья! Та-да! А-а-а! С охраны! Че это за год? А-а-а! Блин! 1914 год, друзья! Вот такие вот двадцульнички. Вот эти два немножко пошарпанных еще. И сколько? Два или три я уже нашел. Здесь еще есть, друзья. Давайте аккуратненько. Опа! Вот еще одна монетка. Но это уже, по-моему, пятнашечка. Или... Да, 15 копеек. Ну, это затертая немножко. Сейчас еще будем смотреть. Здесь есть еще, друзья. Ну что, давайте я сейчас немножко отключусь. Покопаю. И результат вам обязательно покажу, друзья. Можете меня поздравить. И это заслуживает лайка. Друзья, смотри. Смотрите. Они просто высыпаются в идеальном сохране. Слипшиеся. Я просто в шоке. Смотрите. Смотрите их сколько здесь. Я не знаю, правда, сколько их еще в лунке. Но здесь их уже, наверное, с десяток-то точно есть. Смотрите, в каком состоянии они. Сейчас я буду их на перчаточку выкладывать, друзья. Разные номиналы, десюльники. Я надеюсь, что хоть один полтинник или рубалечек-то выпадет. Вы смотрите, сколько у меня их здесь. Вот еще одна. Да! Серебра! Я долго этого ждал, друзья. Всю жизнь свою, наверное. Царизм, империя. Ну, пока все, друзья. Сейчас отключусь. Порадуемся с другом. И продолжу здесь разрывать все это. Ну что, друзья, откопали. В полной мере. Устали, как собаки. Серега, ты доволен? Очень, да. Вообще, сегодня, блядь, просто шикарный денек. Небитая деревуха. Столько находок, впечатлений. И, конечно же, приятная усталость. Ну что, давайте не будем тянуть кота за хвост. Покажем вам свои находки сегодняшние. Ну, вот такой, в принципе, заврядненький результатик на сегодня на двоих, друзья. Начнем с самого интересного. Целая крышечка от самовара. Немножко погнута, но я ее выпрямлю. Такой вот крест. Очень красивый. Конечно же, пузырек с двуглавым орлом и надписью «Аптека». Просто шикарно. Шикарный пузырек. Вот такой вот. Осколок колокола. Завод какой-то там. Вот такой вот осколок колокола. Два вот таких черпачка алюминиевых. Всякие шестеренки. Часы. Раньше были, наверное. Один вот такой патрон с гражданской войны. Две гильзы. Крестик. Конинка. Ну и, конечно же, вот они, друзья. Герои сегодняшнего копа. Это мои белончики. Заклад духа, друзья. Всего их 24 штуки, по-моему. Точно потом пересчитаю. Но, по-моему, 24. Ну и плюс, конечно же, вот находочки, которые были непосредственно на копе. Это Александр Второй и Николай Второй. Ну, плюс советики немножечко. Ну, в основном вот серебро. И вот товарищ, в принципе, сегодня тоже отличился. Надергал тоже нехило. Вот, поднял вот такую. Смотрите, монетка такая вот. Китайская какая-то. Старинная. С драконом, с красивым. Безумная монета. Просто красота. Смотрите, какая красивая. Здесь что-то иероглифы какие-то. А здесь проглядывается вот такой обалденный дракон. Может, японская, может, китайская. Не знаю. Кто знает, друзья? Если кто знает, то отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Буду очень благодарен. Вот. Потом еще хит сегодняшний. Это вот такая вот иконка. Она сделана из керамического камня. Вот здесь на обратной стороне какая-то надпись. И вот по кругу вот такая вот оправка. Икона просто безумно красивая. Не знаю, что за камень. На каком камне это нарисовано. Ну, очень красиво. Просто в идеальном состоянии. С целым ушком. Ну, и, конечно же, пятак 24-го года. Смотрите, какое состояние. Что значит небитая деревня? Монеты, конечно, ба-а-а, класс. Ну, и так. 24-й год в основном, да? И Николай 2-й. Вот Александр 2-й у нас. У меня 1 копеечка. И у Сереги 1 копеечка. Ну, и у остальных вот такие монетки тоже. Белончики у него сегодня были. Две штучки. Вот советский, один и царский. Ну, вот такой результат, друзья. Это на самом деле просто фантастика. Я очень доволен сегодняшним копом. Поэтому кому понравилось мое видео, друзья, подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки. И, конечно же, всем до скорых встреч. Я думаю, еще будут у нас счастливые деньки. Два остатка вот ножей. Такие довольно-таки тяжелые, увесистые. Настоящее железо. Без всяких примесей. Настоящее. На века сделано. Остатки вот наконечников. Один целенький вот наконечник попался сегодня. Такой довольно-таки мощный. Подковка на ботинок или на сапог. И вот такие кованые гвоздики попадались сегодня периодически на протяжении всего дня. Вот такая интересная пуговичка, гирька выпала. Граненая. Очень красивая. И что самое интересное, тоненькое ушко, как будто припаянное. Видите, какое тоненькое? И она очень тяжелая. Что за металл, я так и не определил, не пойму. Потом попалась, ребята, вот такая вот пломбочка. Их фокус плохо ловит. Вот такая пломбочка. Шерстяные изделия. Здесь вот непонятно, что написано. Короче, вот такая пломба интересная попалась. Под конец копа попалась одна вторая Николая II. И вот такие вот интересные чешуйки сегодня. Попались на поле просто волшебном, я бы сказал, поле. Вот три чешуйки попались с дырочками. А все остальные просто в обалденном сохране. Ребят, сохрану чешуйка на самом деле классный. Из-за того, что грунт песочек. Хотя серебру и в обычной земле неплохо живется. Но тем не менее, чешуйки просто огонь. Я их еще не мыл. Так чуть-чуть перчаточкой потер. Потом попались три ВРПшечки. К сожалению, вот четыре даже. Вот 1719 и 1722 год. И две чешуйки нечитаемые полушечки, ВРПшечки. Ну, я их почищу, может быть, потом прочитаю года. И, конечно же, гвоздь сегодняшней программы, друзья. Это вот такая вот прекрасная копеечка Петра I. Просто шикарная. Сохранщик-бомба. Почистится, будет просто песня. Конечно, чуть меньше находок, чем вчера. Но, тем не менее, результат очень даже шикарный. Ну, начнем сегодня с гвоздя программы. Это, конечно же, вот такая плашка. Шикарнейшая плашечка. Поднятый Руставом. Обалденная штука. Шикарная вещь коллекционная. Также вот у него выпала трешечка, 1800-1882 года. Сохран хороший. Надо аккуратненько только ее почистить. Такая вот двушечка ЕМовская. 27-й год. И такая вот копеечка. 63-й год. А, два. А, 65-й. Извиняюсь, 65-й год. Отличный результат. Так, у меня вот сегодня трешечка. 1842-го. Двунделечки. Вот такая вот зинга прекрасная. 37-й год. Сохран классный. Елизавета порадовала. 58-й. Очень такой тоже нормальный, бодренький сохранчик. Ну, остальное немножко потертое. Ну, в принципе, количество нормально. Так, Игорек сегодня тоже поднял. Трешечку 1841-го. Копеечку серебром. 1847-й год. Хороший год, ни разу не поднимал. Копеечка 24-го года. Поздний советик. Ну, и гвоздь у него. Вот такой вот наконечник. У нас вообще, в принципе, все любят наконечники. Классная находка, бодряковая. Вот такой вот обалденный результат за сегодняшний день у нас. 22 монеты на двоих с Керегой. Ребята, потому что уже уехали мои. Которые были на второй машине. Поэтому их не результаты, к сожалению, показать не смогу сегодня. Но, тем не менее. Так, вот у меня и советы. Вдвушечка 46-го. 3 копеечки 36-го. И 3 копеечки 35-го. Одна из последних моих находок на сегодня. Это Деньга 1737-й год. Вот такие вот 3 Кокалика. Вот эта вот была двушечка низкопрофильная. Две двушки Александра I. И вот две хорошенькие двушечки. Даже три. Из приятного, конечно, сегодня попалась вот такая вот двушка. 1900... 1797-го года. С крупными цифрами. Это, конечно, вообще обалденная находка. Думаю, она отмоется и будет радовать меня. А у Сереги сегодня попалась вот такая вот двушечка 97-го, но с маленькими цифрами и с монетным двором ЕМ. Потому что, если у монеты большие цифры, естественно, там нету монетного двора. И она в разы дороже. Также вот такая вот приятная двушечка КМ попалась. Очень приятная. 19-й год. Обалденная монетка. Вот такие приятные ЕМ-овские двунделёчки попались. Тоже сегодня 25-й, 29-й года. Вот такая вот копиюшечка 1656-го года. Александр II. Тоже с охрана обалденный. Ну и вот два поздних советика. В принципе, результат просто шикарный на данный момент. Ой, Господи, не поранить. Это, друзья, икона. Вот с такой вот дырочкой. Видно, куда-то и дураки прибивали. Такая здоровенная икона во всю ладонь. Образок. Ещё остатки эмали, вон, видны. Сейчас я её, друзья, почищу и вам покажу. Ребята, похвастался уже другу. Смотрите, какая красота. Сколько эмалей разных. Белая, синяя, зелёная. Просто бомба, блин, а. Вот такая вот штука. А я лопатой чиркнул. Думал, кусочек бронзы. Думаю, другу отдам. Он цветмен тут сейчас собирает. А тут перевернул. Господи мои. Охренеть можно. Вот это я понимаю. Я закрываю сезон по-человечески. Если вам понравился кладоискатель и его канал, вы знаете, что делать. Ссылочка под видео. Заходим, подписываемся и смотрим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!